всем привет уважаемые зрители так сказать моего канала а также все кто смотрит подобные вещи в интернете ну вот новое видео хотел записать по поводу новой горелки но она конечно не новая просто другой мощности но хотелось показать про ее испытания но и немножко рассказать поступил заказ на горелку на киловатт где-то 50-60 примерно данную горелку планирует устанавливать человек к котлу который называется китурами дизельному котлу наверное с таким котлом большинство из вас знакомы слышали наверно видели в общем планируется данную горелку подключить к этому котлу в том месте где у него происходит горение каким этому образом конечно будет происходить я точно не знаю наверное горелка приставиться к этому котлу там уберется горельная часть но теплообменник будет служить тем как раз его теплообменник будет служить для того чтобы снимать температуру температуру для теплоносителя от сгоревшей отработки с этой горелки давайте мы ее запустим посмотрим как это будет происходить как она будет работать еще хотел сказать что я ее полностью подготовил давайте я вкратце покажу расскажу каким образом здесь у меня все подготовлено сама горелка выглядит вот таким образом у нее чаша из дыропрочки как вы помните также сделаны салазки для термического для свободного термического расширения дна помимо этого сделан вот такой глазок так называемый откуда можно наблюдать за горением отсюда вот в данный момент подается вода могу это показать вот на примере того что если вот чуть-чуть открыть то у нас вода пойдет отсюда но сейчас она протекает по рубашке вот данной рубашке и уходит по шлангу вон туда вон помимо всего прочего здесь у меня находится насос который засасывает масло через вот такой вот фильтр вот данный фильтр способен отсеивать крупные частицы чтобы они не попали в насос ну и блок управления блок управления стандартный который используется на котлах все работает давайте я включу он у нас контроллер загружается я уже вбил предварительные настройки ну и сейчас буду запускать посмотрим что у нас получится так когда у нас появляется температура первое нажатие включает турбину надува вот она заработала второе нажатие подключает насос давайте я запущу горелку в реальном времени вы посмотрите как это происходит могу сказать что при запуске горелки я нажав вот на данный энкодер запущу масло но предварительно я могу масло подкачивать тем что нажимаю вот эту кнопочку и у нас насос включается на максимальные обороты и масло начинает поступать по шлангу с максимальной скоростью для того чтобы его долго не ждать довольно таки удобно на последних контроллерах реализована данная функция вот я масло подгоняю под к штуцеру масляной трубки вот таким вот образом ну и останавливаю его здесь дальше мне остается нажать только на энкодер и масло включится на определенную подачу которую мы можем регулировать сейчас я поставлю на штатив камеру для запуска возьмем нашу горелку и легковоспламеняющуюся жидкость запускаем масло данную жидкость я собираю после того как помою котлы колореферы перед покраской и использую ее для того чтобы разжигать горелку теперь давайте понаблюдаем что творится с дымоходом вот так таким образом сгорает легкая фракция жидкости которую я налил в чашу когда пойдет гореть масло конечно же оно будет гореть менее интенсивно еще раз хочу напомнить для чего здесь находится у нас данная тепловая рубашка она нужна для того чтобы защищать горелку от перегрева данная вода снимает тепло которое появляется в горелке вот таким образом сейчас происходит горение легкой фракции которая находится в чаше отсюда огромный поток жары я даже не могу подойти но сейчас горение убавится горит она конечно здорово ну сейчас ко мне приехал мой отец я немножко прервусь а горелка будет продолжать работать на подаче 100% масла итак взяли твердотельный как его термометр который вы видели уже в моем так сказать инструментарии давайте посмотрим сколько на выходе на 100% температура дымовых газов показывает сколько 560 570 580 давайте вот так на уровне трубы сделаем 570 градусов 580 ну это конечно большая температура но там и горение происходит вон оно напротив конечно камеру ставить опасно просто может что-нибудь сжечь а теперь давайте посмотрим что у нас происходит на корпусе здесь у нас полость воздушная где происходит подача воздуха 70 градусов тут 90 86 100 градусов ну и сама труба труба конечно нагрелась 240 градусов тепловая тепловая рубашка 38 давайте посмотрим на входе воды на входе 25 на выходе до до проточная 26 ну здесь напор большой довольно таки у насоса давайте я вам покажу как она здесь выпекает вот таким образом вот вот так вот вода стекает у нас она уже не холодная если с колодца берешь она там холоднее вот так выглядит горение со стороны со стороны дымохода так выглядит горение со стороны глазка так называемого кто-то назвал один раз когда-то так ну что продолжим наше испытание дальше хотел сказать что я поставил подачу 80% она оказалась отлично для минимальной подачи то есть горение у нас в чаше она достаточно раскаленная и в то же время потребление минимальное про минимальную подачу мне все охота записать ролик как ее искать как смотреть ну и давайте я здесь коротко расскажу минимальная подача должна быть в круг у первого ряда отверстий инжекторной трубы это позволяет это как бы гарантирует нагрев чаши до красного до красного свечения и соответственно хорошо испаряется топливо и хорошо сгорает если у вас минимальная подача горит на половинку чаши всего лишь или даже меньше нужно ее чуть-чуть добавить вот таким образом подачу нужно подгонять когда вы ищете минимальную подачу максимальная подача это когда над чашей сантиметров 10 выше огонь вот таким образом надо определять максимальную подачу эти значения эти эту подачу несложно искать если вы пару раз попробуете пощупать так сказать подачу минимальная допустим если я указал вот 80 здесь у вас может быть минимальная 85 или 75 это зависит от масла от его густоты от его консистенции от дизельное масло или там какое легковое масло от легковых машин в общем подачу масла данной горелки минимальная 80% показалось теперь я буду добавлять мощность и мы посмотрим как у нас будет появляться огонь с нашей вот этой трубы выхлопной у данной горелки давайте я добавлю где-то наверное 120 поставлю и посмотрим что у нас будет твориться кстати хотел сказать не 80 а 70 процентов подачи масла от не 90 дождем без дождя без дождя все подъед физику до поставил подачу 120 процентов давайте посмотрим насколько у нас больше станет огонь из нашей трубы ну вот языки пламени уже начали появляться вот с кончика трубы давайте я вам покажу что происходит я не знаю вам видно не видно но мне вот хорошо видно как кончики пламени выскакивают трубы давайте добавим еще 20 процентов подача стала еще больше вот сколько жара здесь выходит ну все теперь мы видим как пламя вырывается из выхлопной трубы я думаю вам видно можно конечно добавить еще мощности подачу масла но я думаю слишком чрезмерничать я не буду потому что мощность данный момент такой подачи составляет реально где-то около 60 70 киловатт я считаю что этого вполне достаточно для данной горелки поэтому на этом этапе больше добавлять мощность я не буду видим что масло не набирается чаши это говорит о том что идет мгновенное сгорание всей подачи масла который попадает в горелку это очень важно сейчас пламя немножко выскакивает из выхлопной трубы где-то наверное сантиметров на 10 примерно каков итог нашей нашего эксперимента а итог такой что горелка данная работает отлично себя показывает при испытания довольно широкий диапазон имеет работы от минимального до максимального а также хотел сказать что а мне будет очень интересно узнать как она будет работать конкретно с котлом китурами куда она будет устанавливаться и конечно же буду держать связь с владельцем данной горелки и по возможности расскажу как все это у него будет работать применение данной горелки хотел бы сказать следующее ее можно использовать вот как человек я заказал для котла имеющийся имеющегося рубашку ее можно подключить последовательно с рубашкой котла и тогда у вас тепло будет как сказать никуда не улетать она будет использоваться максимально эффективно сгорание данного топлива ну а при таком исполнении вы получаете довольно таки удобный вариант во первых весь шлак остается в чаше которая имеет свою камеру соответственно чистить вам надо только оттуда сам котел вы никаким образом не трогаете не портите соответственно тот вариант когда используешь имеющийся котел с данной горелкой довольно таки удачен также данную горелку можно использовать для нагрева какого-либо какой-либо воды я не знаю бака с водой а помимо этого можно использовать просто как как жаровую основу для того чтобы греть какие-то я не знаю печи наверное вплоть до того что в банную печь можно поставить а просто нужно установить отрегулировать так сказать баланс температуры на выходе и температура чтобы достаточно было при прохождении воды для какой-либо какого ли в какой либо емкости с водой то есть диапазон использования довольно таки широк это уже на каждый смотрит на свое так сказать какое-то применение где как может быть придумается почему я и сделал ну потому что хотелось сделать горелку которая способна сжигать топлива в виде отработанного масла и в то же время использовать жировые газы применяя не только для обогрева воды но и для каких-либо других вещей данные жар можно использовать даже для какой-то мусорной печи который имеет закрытую емкость куда это все помещается закрывается и соответственно сгорается вот под воздействием данных данного пламени и жара ну конечно же в моем видео где я рассказываю про мусорную печку квазар там наверное все таки более более правильное исполнение потому что мусор горя сам дает температуру которая сжигает с остальной мусор но если необходимо чистое сжигание топлива именно в отработанного масла и использовать его по назначению то данная горелка будет довольно таки кстати вот сегодня хотел вот это все показать рассказать спасибо за внимание очень рад был показать новые видео они у меня сейчас выходят не так часто по возможности вот постараюсь выкладывать почаще всем спасибо всех был рад как говорится повидать и что-то рассказать новое всем удачи всем пока за все время работы горелки набралось вот столько шлака но горелка работала непродолжительное время поэтому он такой вот рыхлый это у нас шлак от отработки пока записывал видео на канал совсем забыл написать видео для заказчика короткое видео по готовности горелки сейчас запишу для этого надо его запустить и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok